здравствуйте мои дорогие друзья я рад вас видеть а я думаю что вы рады видеть меня и это прекрасно потому что сегодня наша тема называется где вам пригодится словесная импровизация я также на своих примерах расскажу где в моей жизни именно словесная импровизация сделала мой профит повысила мои показатели я стал намного лучше что-то делать или благодаря словесной импровизации люди как-то по-другому стали со мной общаться и может быть меня в том числе и понимать и я как-то мог донести мысль в общем суть одна сегодня я расскажу где вам жизнь пригодится словесная импровизация а перед этим я хотел бы попросить вас чтобы вы обязательно подписались на мой канал чтобы вы поставили лайк чтобы вы написали комментарии например задали какой-нибудь вопрос обязательно этот вопрос я с вами обсужу в следующем каком-нибудь своем видео хорошо где в первую очередь вам пригодится словесная импровизация если вы ее прокачаете в первую очередь где пригодится вам словесная импровизация я почувствовал это на себе это общение с друзьями реально если вы раньше у вас есть какой-то активный друг максим который постоянно смеялся который постоянно рассказывал какие-то интересные истории шутки все его слушали а вы тоже смеетесь и все что вы можете это просто слушать этого человека и вы так сильно хотели быть на его месте либо стать круче чем максим потому что вот хочется да вот и вы задавали себе вопрос а как так классно отжигать как отжигает максим и да именно словесная импровизация вам даст это то есть вы какой-то момент когда будете тренировать словесную импровизацию вы обгоните всех своих друзей которые ранее как-то зажигали которые ранее рассказывали какие-то шутки какие-то истории и все восхищение слушали их и если вы настойчиво день за днем будете тренировать словесную импровизацию в какой-то момент слушать будут вас и вы будете думать что какой-то максим легко еще одна история история кстати из моей жизни у меня есть друг максим который ранее действительно очень классно отжигал рассказывал разные шутки у него была развита более-менее словесная импровизация естественным образом он ее никак не тренировал. И когда я на него смотрел, я восхищался, как он мог это все подать, как он мог такие шутки рассказывать. Мне было это очень интересно. И я очень страстно желал, чтобы я мог так же, как он. Когда я прокачался по словесной импровизации, я мог сделать так, что когда он рассказывал какую-то шутку, он закончил эту шутку, все смеются, и я делаю добивку этой шутки. То есть я прокачался по словесной импровизации так, что я раскрывал его историю еще более смешнее, И я мог добавить к этой истории что-то еще И люди больше хватались за животик и смеялись именно уже от моей истории И так я мог делать очень часто В некоторых моментах я вообще его переигрывал Он только начинал историю, я знаю, в чем это будет прикол этой истории И добавлял что-то от себя Но это очень круто Поэтому общение с друзьями Да, вас будут запоминать Вами будут восхищаться Да, вы будете вызывать эмоции у людей Именно у своих друзей И это очень круто Второй пункт, где вам пригодится словесная импровизация Ребята, это работа Если ваша работа связана с общением Если вы там взаимодействуете с людьми Что-то говорите, доносите какую-то идею Может быть вы, опять же, должны что-то рассказать своему руководству Может быть своим коллегам Может быть это какое-то совещание, где вам нужно что-то сказать Если вы, например, опять же, просто хотите поговорить даже с бухгалтером Чтобы вам повысили зарплату То да, словесная импровизация вам 100% в этом поможет Вы реально сможете в этом прокачаться Донести идею на работе Или красочно рассказать какую-то идею своему руководству И благодаря этому руководству согласиться на вашу идею Ну это очень круто И поэтому я считаю, что да, словесная импровизация здесь вам тоже пригодится Еще одна сфера жизни, где словесная импровизация сделает вас буквально мастодонтом Это свидание Не важно, опять же, вы девушка и встречаетесь с парнем То есть это первое свидание А либо вы парень и вы встречаетесь с девушкой Это тоже первое свидание Не важно Если вы прокачали словесную импровизацию То свидание пройдет совсем по-другому Был у меня пример, когда ученик прокачался по словесной импровизации И он только пришел на первое свидание И первые 15 минут девушка скучала Ну вот как-то вот она мало говорила И он не включал словесную импровизацию То есть ничего такого не говорил Ну они, может быть, что-то обсуждали Там какие-то поверхностные темы Но это была не словесная импровизация И потом он стал сжигать Через 15 минут он стал рассказывать истории Естественно, его истории были по правилам Моей словесной импровизации И через какое-то время Где-то, может быть, через минут 20 Она сказала ему очень интересные слова Она сказала ему Ты интересный Вот сначала я подумал, что ты очень скучный И что ты зануда А вот когда ты стал рассказывать истории Я поняла, что в тебе что-то есть Что ты с харизмой Что ты непростой человек Ребята, словесная импровизация Она реально создает в вас Вот это состояние харизмы И эта харизма, она распространяется За счет того, что вы просто говорите Но не просто говорите, да Вы помните, жестикуляция Мимика лица Тон голоса Игра эмоций Игра ролей Все это дает словесная импровизация И человек напротив вас Девушка либо парень Делает вот так Какой же он крутой Это реально словесная импровизация Далее, если вы хотите связать свою жизнь Например, со стендапом То словесная импровизация вам в этом поможет Понятно, что стендап это в первую очередь Когда вы заготовки какие-то делаете И эти заготовки вы читаете Но иногда в эти заготовки вы можете добавлять что-то свое Что-то новое То, что у вас происходит прямо сейчас в голове Это уже называется словесная импровизация Да, почему нет? Можно начать именно Если тянет вас на юмор Если вы хотите отжигать И вы хотите участвовать Или как-то проявлять себя именно в стендапе Самый первый шаг, который нужно сделать Это словесная импровизация Где еще словесная импровизация Сделает вас крутым? Это ораторство Ну, ребят, ну, ораторство Ну, словесная импровизация Ораторство Ну, это же, да, вот два таких маленьких близнеца Они вместе, они всегда вместе Не бывает такого, что Ты читаешь по тексту, по бумажке Не смотришь на людей Ну, и это считается ораторством Нет Ты, когда находишься среди людей Ты не просто выступаешь Ты разговариваешь с ними Как со своим другом Как я сейчас разговариваю с вами Я разговариваю с вами как с другом И все это словесная импровизация Хотите прокачаться в ораторстве Хотите классно отжигать Хотите стать крутым оратором Словесная импровизация вам в этом тоже поможет Понятно, что в ораторстве есть еще какой-то план По которому вы идете Тезис какой-то Нужно обязательно озвучить Все это понятно Там еще какие-то свои есть фишки Но словесная импровизация Как офигенский крутой прием Который всегда будет с вами Если вы что-то забыли сказать Словесная импровизация в этом поможет Ну и еще это уже сфера продаж. Например, если вы хотите что-то продать, либо вы хотите стать продавцом. И опять же кто-то скажет, фу, продавец, почему словесная импровизация? Нет, 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 ребята. Продавец в первую очередь это кто? Это тот, кто продает идею. Не важно какую идею. Например, вы с друзьями хотите пойти посмотреть фильм. И вы хотите посмотреть какой-то конкретный фильм. А друзья еще так думают, ну идти или нет, не знаю. И ваша словесная импровизация продаст тот фильм, который вы хотите. Опять же, это продажи конкретные. Например, вы устраиваетесь в какую-то работу, где нужно что-то продавать. И вы действительно станете одним из лучших продавцов. Понятно, что вы еще должны знать технику продаж. Но помимо этого, если у вас будет еще прокачана словесная импровизация, вас не остановить. Потому что вы подачу делаете. Вы себя подаете. Это очень важно. То есть свой настрой, свой экшен, свой драйв. И благодаря этому продажа тоже происходит. Потому что словесная импровизация это еще экшен и драйв. Опять же, игра эмоций. Игра ролей. Это тон голоса. Опять же, руки. Вы двигаетесь руками. Вы двигаетесь телом. Все это является словесной импровизацией. И я надеюсь, вы поняли, что словесная импровизация фактически буквально меняет вашу жизнь. И меняет, естественно, в лучшую сторону. Поэтому смотрите мой канал. У меня уже есть пару наработок по словесной импровизации. Классные упражнения. Помимо этого, у меня есть индивидуальная практика по словесной импровизации. И вы можете прокачиваться благодаря мне. В любом случае, варианты развития вашей словесной импровизации у вас есть. Главное начать. И напоминаю, что у меня есть ВКонтакте страница личная. Что у меня есть паблик ВКонтакте. Что у меня есть Фейсбук. И у меня есть Телеграм-чат, где вы можете принять активную участие в обсуждении каких-то тем по саморазвитию. Помимо этого, напоминаю, что нужно подписаться на этот канал. И пожелать хорошего настроения себе, мне и всем ребятам, которые смотрят это видео. Напишите в комментарии что-нибудь клевое, позитивное, хорошее. Пока-пока. Ребята, я предлагаю вам сегодня пойти посмотреть офигенский фильм. Я этот фильм не смотрел, но говорят, что он очень интересный. Говорят, что после этого фильма все в шоке. Что они начинают обсуждать его. Что этот фильм долго остается у них в голове. Что они такие... И хотят сходить еще раз. То есть люди постоянно ко мне приходят и говорят, давайте сходим на этот фильм. Давайте еще раз сходим. Я хочу на него сходить. Ребята, нам нужно это сделать. Если люди все вот так заряжены этим, значит там что-то интересное. Это комедийный фильм? А может быть и не комедийный, а может быть это драматический фильм? Да пофигу. Давайте, ребята, мы просто пойдем туда все вместе и будем смотреть этот потрясающий, великолепный фильм. Давайте сходим. Давайте сходим, посмотрим фильм. А фильм знаете как называется? Винни-Пух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова